В России производители продуктов стали чаще уменьшать размер упаковки, но цена при этом остается прежней. Одни эксперты считают это для компаний возможностью сохранить доходность во время инфляции, другие считают обычным маркетинговым ходом. Так, компания Nestle сократила вес плитки шоколада «Россия» с 85 до 82 граммов, а упаковки растворимого кофе с 95 до 85 граммов. «Макфа» выпустила макароны в пачке 400 граммов вместо привычных 450. «Данон» снизил вес питьевых йогуртов «Активия» с 270 до 260 граммов. «Разные виды упаковок всегда практиковались для конкурентной борьбы производителей в одной отрасли. Сливочное масло 250 грамм, 200 грамм, 180 грамм. Растительное масло, бутылка не литровая, а допустим 0,87, хотя визуально выглядит так же. Я не думаю, что это связано с какими-то экономическими вещами, это больше связано с конкуренцией, маркетингом со стороны предприятий». Тем не менее, некоторые производители объяснили, что уменьшение размера упаковок мера вынуждена. Это один из способов сохранить ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности. Продолжение следует...